Всем доброго времени суток, вместо Vanguard мы продолжаем играть в ремейк Зена. В прошлой серии мы посмотрели все воспоминания, а также в серию это не вошло, но мы подобрали нож с кухни на втором этаже. Ой, простите, на четвертом этаже, смотря откуда считать. Втором с конца. Что тоже необходимо для того, чтобы выйти на истинные концовки. Но пока на истинные концовки мы выходить не будем, а посмотрим оставшиеся обычные, которые, как я понимаю, теперь должны активироваться. Также недавно в группе был опубликован мем, где было подмечено, что я в последнее время часто шучу на какие-то гаммаэротичные тематики, поэтому это прохождение теперь объявляется четверосексуальным. Но надеюсь, хотя бы минут 5-10 оно сможет таким побыть, потому что игра, мне кажется, просто не позволит его таким оставаться. Я уверен, эти двое очень хорошие друзья, история запомнит их именно такими. Ну да ладно, шутки шутками. Как я подметил, несколько изменился диалог, когда мы собираемся стирать память, и уже теперь не Хару, а Мээна как-то упирает на то, что воспоминание должно быть бесполезное, которое порождает Зена. Ну сейчас увидите. Хорошо, я прочел инструкцию, сделаем это. Что случилось ли мы, память Сюард? Имеет ли у меня нет воспоминаний? Может это вина устройства, что у нас нет воспоминаний? Попробуем все, что мы можем. Воспоминания, у которых у тебя нет? Заживай, воспоминания, которые тебе не нужны. Тогда нормально стирить их. Хм, верно. Но стирать несуществующие воспоминания звучит странно. Если это воспоминания, которые я не могу вспомнить, но существуют в моей голове, и порождают мою болезнь, тогда это воспоминание должно быть бесполезным. Сделаем это, Цугина. Хорошо. Мэн, надень эту штуку на голову и ляг на кровать. Очень медленная загрузка. Ну, чай в чужих мозгах копаться, не грестарен заскачивать. Ну, показались варианты. Так, выберем то, что мы делили, это вариант. А нас интересует тот. Если я сделал неправильно, Мэнна... Нет, сейчас не время думать об этом. Продолжаем. Так, и нам нужно стирить воспоминания. В чужие сердца лучше уж точно не лезть. Хотя я сказал те вещи, Мэнна. И я на самом деле трясусь прямо сейчас. Действительно. Хотя я пытаюсь стирить несуществующие воспоминания, я просто не знаю, что это за штука. Но может быть. Просто может быть. Эта штука может сдержать очень важные воспоминания в своей жизни. И не важно, сколько могу чтено это устройство, при провале ты можешь умереть. Мне так страшно. Цугина, просто сделай это. Дарит ли это мне в голову, или все еще буду здравомыслящим, как сейчас, это все потому, что Цугина помог мне. И не смог бы зайти настолько далеко один. Я думаю, так хорошо, что Цугина был тем, кто оказался прикольным ко мне наручниками. Ну ладно, я, пожалуй, отменяю стрядущие слова, это прохождение больше не гетеросексуально. Игра, конечно, держалась как могла, но... На втором же диалоге ее силы кончились. Как мне повезло. Поэтому я надеюсь, ты сможешь это сделать. Я бы счастлив выбраться отсюда с этой ужасной болезнью под названием Зена. Я хочу, чтобы ты сделал это, Цугина. Понял. Не умирай, если ты умрешь, я убью тебя, слышишь меня? Да, ты можешь это сделать. Мне тут же все равно будет. Не переживай, этого не случится. Поехали! Так, интересно, будет то же самое? Ну, на вид, да. Все белое, здесь ничего нет. Мальчик убегает. Ты в порядке, Мэна? Да, я в порядке. Эксперимент преуспел. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, но как сказать? Как будто мое настроение стало более таким расслабленным состоянием. И, значит, теперь можно выбираться. Да, пойдем. Я правда исцелен? Все хорошо, я исцелен. Так, я тоже исцелен, наверное. Да, должно быть. Какое-то напряжение витает в воздухе. Так, и вроде как теперь мы можем снова попробовать сбежать из учреждения. Блин, уже наплодил так много съев, что скоро слоты и кончатся. У нас еще миллион концовок не пройдено, между прочим. Так, и сейчас в прошлый раз нас догоняли, а тут... Что? Да, у нас появляется выбор схватить его руку или не хватать. Но вообще, мне кажется, он уже схватил нас за руку. То есть, нельзя ли сказать, что первый вариант уже выполнен по дефолту? Вообще, просто встретить на этого человека. Это какой-то терминатор просто с красными глазами лазерами. Но и зубы, я так понимаю, у него уже наточены, чтобы наиболее эффективно разрывать человеческую плоть, чем, в общем-то, может он и собирается заняться. Ну, а в принципе, как уже говорилось, Зен, это очень замечательная болезнь и бесплатный кач, и учишься сам добывать еду. Но мы, пожалуй, схватим его за руку и посмотрим, что случится. О, это было близко. Честно говоря, я только сейчас вот имел что-то в виду, может, типа, оттолкнуть его руку или... Стряхнуть ее. Бежим. Ну, бежать, в принципе, не обязательно. Закрыто. Что произошло? Этот парень, этот парень ктировал приключатель. Как он это сделал, если мы напрямую пошли сюда? Настоящий терминатор. Возможно, он не простой терминатор, а жидкий. И незаметно какие-то его молекулы. Возможно, капельки пота, которые он наработал, пока гонялся за нами, и тихонечко перетекли сюда. И все сделали. Разве не сумасшедшие? И как вам вообще уж так поступить? Ну, наверное, даже сумасшедшие люди знают, как нажать на рычаги. А что ты знаешь? Но это вибрация. Я могу удалимать только об этом злочке. Цугина? Мэна? О, он идет. Что нам делать, Мэна? Цугина. Сначала. В общем, я им займусь. А ты можешь пока нажать быстренько на переключатель? У меня больше сил, поэтому я сделаю все, что смогу, чтобы сдержать его. Битва настоящих борцов. У них обоих стероиды под названием Зена, так что, думаю, это должно быть достойное противостояние. Затем что? Приду, как в это время, как ты войдешь в дверь. Затем я пойду, ну и я пойду за переключатели, за тобой. В общем, вкратце, ты нажмай на переключатель и иди первым. Я представляю, как он сейчас такой. Ну, я вас с ним не буду вам мешать. Все-таки, вы сможете видеть здесь в последний раз. Я ведь тоже человек у меня есть. Сердце, совесть. Хотя, знаете, если мы оба будем купаться у него в пищеварительном соке, нам не придется расставаться. Понял. Он идет. Он уже не идет, он уже стоит. Ему очень интересно. Господи, что он делает, этот дворцуха? Сейчас, цугина. Ну, вот можно, в принципе, подождать, пока таймер кончится и посмотри на еще один гейм-овер. Давай, 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 вложи его. Ломай, ломай, ломай. Блин, такое чувство, он мне, на самом деле, пританзовывает. Как бы мне хотелось присоединиться к ним в танц. Но, возможно, сейчас у нас будет озвучиться. Что мне делать? Я не понимаю. Даже сумасшедшие могут нажать на рычаг, а я нет. В смысле, реально, какая-то непонятная палка торчит. Что с ней делать-то? Мэна. Блин, Мэна подвел нас. Нужно было больше стероидов. Цугина, пожалуйста, беги. Нет, не забирай его. На кого же ты меня оставляешь? Выжимает, как помидорку. Прости, пожалуйста. Не смотри. Нет, нет, остановись. Все-таки не готов он раскрывать свой внутренний мир. Погодите. Это же тот самый эффект, который бот, ты знаешь, гоняется. И начали у нас что-то развиваться. Мэна был съеден. Жестик, конечно, быстро жрет своего чека. Умел за 5 секунд. Хотя, когда заказ из KFC приносят, вот примерно так же на него набрасываюсь. Это странно. Такая вещь не может быть реальной. Что-то вроде каннибализма. Это невозможно. Все такие дикие племена из какой-нибудь... Из какой-нибудь Попуа Новый Гвиня такие в смысле невозможно. Кстати, вроде как там не единственное место, где есть каннибализм. Штук-то 5 уж точно можно считать. И мы ведь живем с этими людьми на одном земном шаре. Как это он хихикнул иксом. Очень сильный скилл. Блин, что у него за улыбка Джокера на самом деле? Он такой, хочешь узнать, как я получил эти накаченные грудные мышцы? Нужно всего лишь. Ладно, тоже скушали. Судя по всему. Ну, хотя бы кто-то из нас остался доволен. Главное, мы действительно остались вместе. Так, ладно, теперь давайте все же покажем, что у нас больше одной мозговой клетки. Нажмем рычаг. Эх, так и хочется его подергать за эти пряди. Может, это его шеломит. Но пока нам нужно подергать за рычаг. Прокликиваем, 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 прокликиваем. Рычаг, рычаг, рычаг. Это не рычаг, а вот это уже рычаг. И что дальше? Выходим? А, а, бежим-бежим. Хорошо, я сделал это. Дальше дождаться Мэна. Мэна уже не вернуть, он пожертвовал собой ради нас. Мэна? Мэна? Что случилось? Мэна? Он спокойнее, чем я думал. Я пытаюсь нажать переключатель, но он нажал передо мной и закрыл дверь. И что нам теперь делать? Может, назад его? Я попробую снова нажать переключатель. Попробую снова тот же метод. Другого пути нет. Сугина. Я снова открою эту дверь. Есть возможность, что он выйдет сюда случайно? В смысле, случайно? Я хочу, чтобы ты пошел первым. А, погодите, дверь же вроде в другом месте, что ли, открывается, да? Не переживай, я приду вскоре за тобой. Ты должен, ты должен прийти за мной. Обязан, ты понимаешь? Да, я обещаю. Я определенно приду за тобой. Поэтому, пожалуйста, иди первым. Это были его последние слова. Проклятие. Должен. Хорошо, просожди меня. Как он просочился через решетку, может, на самом деле он жидкий терминатор? Я знаю, на самом деле. Моя болезнь не была исцелена. Интересно, почему. Слушайте, если его болезнь была исцелена в обычной концовке, он, получается, тоже все еще болен. Вроде там нормально себя чувствовал. Наверное, хорошо поел с утра. Я не позволю тебе пройти, даже если мне понадобится убить тебя. Кто кого первый сожрет? Делаем ставки. Чисто две акулы в океане столкнулись. После этого я сбежал, не глядя назад. Я продолжал бежать и бежать. Я верил, что он придет за мной и продолжал бежать. В то время, как я заметил, это я уже был на улице, которую я не знал. На улице я никто не знал, Мэн или Сугина. Мне удалось жить настоящим, потому что он сказал, что он определенно придет за мной. Если верить новостям, распространяемые на улице, они нашли учреждение с пациентами Зена и там обнаружили мертвые тела. Выживших нет. Вот что они доложили. В общем, ни Сугина, ни Мэна, никто о них не знает. Я боюсь, что я единственный, кто знает о нем. Я продолжу ждать. Я не знамся. Ты вернешься. Мы так решили. Ты не такой парень, кто просто так бы умер. Поэтому приходи сюда поскорее, Мэна. Эх, они такие хорошие, друзья. Ну, концов, конечно, печальное. Мне все-таки нравится думать, что выход из этого учреждения именно в этом торговом автомате они просто вываливаются оттуда, как баночка котировки. Жесть, автомат по выдаче аниме кунов. Думаю, многие бы не отказались иметь такой в своем городе. Ну, вот, в общем, такая концовка. Сейчас посмотрим еще одну. На этот раз мы не будем ничего делать с его рукой. Правда, не значит ли это, что если ничего не буду делать с его рукой, то эта рука нас куда-нибудь может и утащить? Концовка. Тот, кого я жду, никогда не вернется. Блин, так он уже не Хару, он уже Хаттику получается этой концовки. Ладно, посмотрим, какие еще у нас есть варианты. Блин, уже прошло 15 минут серии. Это мы чисто подстреляли пару концовочек. Так, блин, жесть, он у меня волок со скоростью трактора какого-то. Так, а что мне-то делать? Вернуться, может? Вернуться нельзя, но я тогда пойду. Было приятно познакомиться с тобой. Не понял. А он, а он помчался наоборот вперед. Как же он быстрый коварен. В игре обнаружишься баг, что если потопать назад, то внезапно, я не знаю, Мэттен начинает общаться с духом Хару. Он чувствует его присутствие. Но на самом деле Хару забрали. Возможно, его уже не вернуть. Заперто. Почему? Чар побери. Цугина! 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 А, наконец-то я могу съесть тебя. Я... Удуседен. А, что? Цугина! Помогите, он трогает мою селезенку. Проклятие, проклятие. Если, если, голову поскорее крысит дверь, Цугина! Цугин умрет! Цугина! Я так понимаю, он решил немножечко кетчупа добавить, да? Ну, просто сухомятку как-то скучно будет есть. Я убил тебя, съел. Съел тебя. Ну, блин, не знаю, что он там и съел, разве что лодыжку поголодал немножко. Ну, как-то съел слишком сильное слово. Давай хотя бы на 50% еду... Еду съешь, пока хотя бы это не сделаешь из-за стола, не выйдешь. Я съел тебя, съел тебя. Ну, хорошо, а теперь супчик, а еще наверни, чтобы вырасти большим и сильным, хотя он уже вырос. И не прощу тебя за то, что даже не поделился едой. Цугину удалось не терпеть для меня. Я вам пыталась за всех сил. Хотел думать, что она исцелилась. Полностью исцелилась. Я хотел так думать, но теперь я... Хочу убить тебя. Ну, блин, это может быть и не Зен связано. Простите, мне жаль, мне жаль, мне жаль. Почему до этого дошло Цугина? Ого, новые спрайты. Арта симпатична, это игре. Мне вот нравится в таком стиле. Как то, что мы сейчас и едем. Цугина! Цугина! Держись! Цугина! Блин, а такого количества слезательных знаков можно и окохнуть. Блин, ну выглядит как будто он на самом деле на чиле, хотя его и подъели. Успокойся. Вот смотри, тут дыра у меня в животе. Может, это пупок просто? Раскрыли. Не может быть. Нет, даже что-то шоу слить тебя в этой лаборатории. Просто приложите подорожник. Вот он сзади стоит. Это, наверное, не подорожник. Но все равно может помочь. И я найду это. Прекрати дурачиться. Я умираю. Умру рано или поздно. Но ты же знаешь и понимаешь это, верно? Нет. Нет, Цугина, я не хочу этого. Я подумал о хорошей вещи. Это о чем? Я каким-то образом... Что-то не очень понятно, что он имеет в виду. Я почему-то считал, что ты не исцелен. Он нельзя исцелить с таким лечением. Поэтому почему бы не попробовать это? А он сейчас продолжит ему съесть тебя. Себя, точнее. Что-то любят здесь люди скарпливать себя друг другу. Честно говоря, в прошлой серии, когда показывали флешбек, мне как-то стало физически даже нехорошо от этого. Надеюсь, сейчас будет полегче. Ну, в первой серии были все предупреждения. И каннибализм там стоял не на последнем месте. Почему бы не попробовать это? Нет. Для того, чтобы исцелить свою болезнь. Выбраться. Другого пути нет. Нет, я не могу. Что-то подобное. Что-то... Съесть тебя. Да что такого-то? Просто съешь меня. Ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за желтого мужика. Ложечки-то нет. Может быть, по органам там. Легкая за папу. Желудок за желтого мужика. Я видел информацию обо мне, которая просто повсюду. Я, похоже, тоже был пациентом Зена. Другая терапия. Это съесть мясо таких же пациентов, верно? Что? Единственное различие это продолжить в части тебя или умереть здесь. Блин, не с тем, кто понимает, что не все говорят. Вот я стану часть тебя, но ведь потом ты, так сказать, перестанешь быть его частью из-за естественных процессов. Так что... Ну, вот зато хотя бы несколько часиков смогут побыть вместе. Угодительное различие продолжить в части тебя или умереть здесь. Съешь меня. Почему? Почему я должен делать это? Почему? Ради чего? Зачем? Это все моя вина. Это все то, что я не схватил твою руку. А, я понял. То есть наш выбор был схватить руку Хару. Та и дело раскрыто. Не очень было понятно. Честно. Если бы я схватил твою руку, тогда если бы только я мог держаться крепче. Но когда мы были в наручниках, нам было жить гораздо проще. Почему? 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 Заткнись. Слишком много повторений. Я не хочу умереть здесь или быть съеденным к ней-то неизвестным пациентам из-за. На таком случае лучше бы, чтобы ты, чтобы ты жил. Лучше умереть ради этого. Пожалуйста. Так пойдет. Я убийца. Я ем человека, который проводил время со мной. Кто ваш для меня? Блин, очень странный перевод. Я скромный убийца каннибал. А вы кто будете? Я всего лишь у него каннибал. Но только это. Только это может доказательством. Моя плоти кровь это единственное доказательство, что Цугино жил и умер. Я не буду жалеть. Я убийца. Но я должен продолжать жить. Потому что это мое наказание. Давайте там уже, который сидим. Нет. Ой, как мы плохо идем. Видимо наелись по полной до отвал. Ну что, на выход. Блин, может эту серену была за «Съешь меня»? Все можно назвать «Съешь меня 2.0». Блин, надеюсь, Мэйна тоже попросит его съесть, чтобы круг замкнулся. Каждый персонаж этой игры должен попросить, чтобы его съели. Значит, зачем все это? После этого я бежал. Я бежал в вечность. Вечность. Я ожидал, что люди... Что люди будут думать об лошадке Зен со страхом. Поэтому я бежал в место, где никто не знал. Мэйна и Цугино, где никто не знает нас. Я решил бежать и бежать. Если говорить новостям, распространяем по улице. Они нашли это учреждение. Нашли мертвые тела. Выживших нет. В общем, примерно та же концовка, но, так сказать, с другим персонажем. Да, и ждать больше некого. В общем, люди, которые знали их больше не от живых. Все как обычно. Я скрыл свою имя личность и продолжу жить. Потому что у меня страшно, потому что у меня его вспоминания. Но больше всего остального. Потому что я должен продолжать жить. Потому что единственная вещь, которая помнит Цугино, это мое тело. Потому я буду жить. Я буду продолжать жить, Цугино. Я всегда, пока не умру, всю свою жизнь буду помнить тебя. Неплохие концовки, на самом деле. Я, честно говоря, даже не знаю, какая, так сказать, хуже. В плане эмоциональном. То есть, кому из них двоих будет тяжелее жить. Но, наверное, все-таки. Жизнь, зная, что ты съел своего друга. Это, конечно, куда более страшная участь. В общем-то, как-то так. Титры, наверное, больше не будем смотреть. Концовка называется «Преступление». И теперь мы возвращаемся к истинному руту. Наконец-то, как я сказал, мы собрали все отчеты, все воспоминания. Также подобрали нож с кухни на четвертом этаже. Теперь нам нужно отправиться в комнату Моэна. Она справа от комнаты у Широна. Где лежит, ну, я так понимаю, сам у Широна сейчас. Его тело. И для этого нам нужно подобрать пароль. Я так понимаю, это имя той девушки. Девочки тоже у Широна Нонадсу. И какой-то конвертик. Ну, что-то осталось. Ах, какая милашечка, конечно. У Широна Нонадсу. Ну, в общем-то, да. Чтобы мы точно уж догадались. Ничего не забыли нам даже. Подкинули эту подсказочку. Сохранимся. Как было сказано в гайте, если мы задержимся преследованием комнаты, мы выйдем на другой рут. Рут греха. С этим мы торопиться не будем. Это мы оставим на последнее. На сладенькое, так сказать. Хотя чувствую, что вкус у этого рута будет неприятный. Но, тем не менее. Если что, я загружусь. Но, в общем-то, она будет действовать быстро. Я так понимаю, я постараюсь не слишком тараторить. Так, отлично. Я уже забыл. У меня проблемы с тем, чтобы запомнить это фамилия, я так понимаю, у Широна. Как пробел поставить? Загадка разрешилась. На-цю. Окей. Открылась. Если не ошибаюсь, я должна найти какого-то мэна. Неважно, вещь ли это, которую я не понимал до этого. Или способ, как справиться с ним. В общем, может быть, мы найдем все время в эту комнату. Подразумевается. Да, все станет понятно. У Широна Натсу, может быть, с кем-то... У Широна Натсу это определенный человек. Отправляясь. Сразу сохранимся. Этот 10-й файл, юбилейный. Он нам пригодится, без сомнения. Прад, пожалуйста, порно работаем с ним следованием. Что случится встретить во время нашего следующего выходного, скажем так? Это... Знакомая. Что происходит? Почему... Почему я так... Мне так страшно? Что это? Что это? Это я? Моя голова. Просто признай, ты есть мэна. А... Кто? Кто? Кто я? Ооо, какой милый арт. Мне нравится. Хару вообще тоже, конечно, милашечка. Верно. Я мэна. Мэна Аки. Мэна Аки. Человек, который съел Широна Натсу из-за вспышки Зена и начал исследовать Зена. Человек, который исследует Зена и консультирует Мэна. Нет, Сугина Хару, пациента Зена. Я мэна. Исследователь Зена. Мэна Аки. Этот парень, мэна... Ну, не настоящий мэна. Пациент Зена в стадии 3, который убил своих родителей, старшей сестру и еще 10... Так, чего? Не один десятый человек. Маньяк-убийца. Цугина Хару. Понятно. То, что он выглядел обычно, было то, потому что стирание памяти облегчило симптомы. И затем я, мой Зена... Мой Зен был исцелен. В том времени я сиял... Нет, ну, каннибализировал. Прости за уведомление. У Широна Натсу. Что пошло не так? Кто захотел меня личности менять, Цугина? И зачем? Кто вытащил воспоминания мои, Цугина? Я не знаю. Но сначала этот парень... Я должен разбудить спящего парня в кишине, который спит по соседству этого глупца. У Широна Фую. Я хочу узнать ситуацию. Этот парень крайне важен для лечения мэна. Нет, Цугина. Так, что еще тут есть? Да, ты попытался позвать скину мою комнату, но никаких перемен он не показал. Это тенденция, которой у пациентов Зена не было раньше. Если в случае, где можно поддерживать это состояние при наличии Зена, тогда это может быть подсказкой к извлечению или влегчению этой болезни. Я продолжу фокусироваться на нем. Я вызывал его несколько раз и чувствовал, что его поведение смягчилось. Даже так, снаружи больших изменений нет. Когда я наблюдал за него несколько раз, я подумал, что кажется, что он всегда спокоен. Я подумал, что похоже, что он всегда спокоен, это будто он разыгрывает какого-то персонажа. Другими словами, есть что-то, что привлекает его больше по сравнению с его за симптомами Зена. Вроде желание убивать или есть. Из-за того, что его не интересуют другие вещи, он использует это поведение, судя по всему. Поэтому, возможно, это первый раз, что появляется пациент, который имеет такой выдающийся симптом. Такой симптом может улучшиться или ухудшиться. Поэтому необходимо тщательно наблюдать за ним. Суги Нахару, этот парень, каким-то образом, я не знаю, может быть, это какое-то ощущение. Просто этому нету, научу обоснования. Хотя это просто результат консультации пациента с моей точки зрения. Просто мое впечатление. Каким-то образом, чувствуется, будто он одинокий парень. Хотя не знаю, почему я почувствую это. Хотя мы не можем быть, так сказать, пристрастны. Консульт пациентов предвзяты, может иметь любимчиков. Я чувствую, будто я должен обращать особенное внимание на этого парня. Если нет, этот парень, этот парень крайне опасен. Возможно, он станет опаснее, чем любой другой пациент. К тому же, я чувствую, что я не могу просто сидеть и смотреть. Не напали, пока я консультировал Сугина. Правильная вина была в том, что я не увидел его изменения вовремя. Это было раскрыто, что я вызывал Сугину мою комнату. Возможно, не смогу консультировать его дальше. Этот парень, правда, опасность. Нет сомнений, что он на стадии 3, но он скоро доберется 4 стадии. Если не целить, он... Я бы хотел, чтобы... Я бы хотел, чтобы мы не отправились на море. Так бы там не было смерти. Я не могу отправить с папочкой и пойти... Может, это от лица на отцу записка? Сходи по магазину с мамочкой, ужинать вместе. Или вести себя. Я так понимаю, я больше не могу капризничать. Я теперь совсем одна. Это фотография меня и братья-сестру Широна. Доклад от терапии Зена, основанный на принятии человеческой плоти Майна Аки. Как известно всем, Зен – это болезнь, которая разрабатывается, когда объединяются, я так понимаю, какие-то врожденные пулочные факторы. Все по случаю, который исцелился в результате поедания знакомого своего друга, своего семьи. Хотя это очень бесчлежно, начали эксперименты, потому что оставлять пациентов, поглощая человеческую плоть. Однако, никаких определенных эффектов не наблюдалось. Судя по результату этого эксперимента, этой терапии, считается, что это важно, чтобы поглощенное мясо было от человека, с кем имелись близкие отношения, например, знакомые друзья или семья. Улучшим тезис Майна. Так, ну все, тут больше ничего нет вроде. Мы все взяли, сможем и уйти. Фуф, надеюсь, это не было ошибкой. Надеюсь, ничего там не упустил. Так, сейф я вроде не перезаписал, который мне нужен, было бы крайне неприятно. Ну что, как спится, дружок? Придержу его голову немного. Хотя его, правда, много потолцегина, но он, кажется, живым. Ты похватил Зена, будучи следователем Зена. Какой позор уж, урод. Косы, что за попущение? Таше следует суги, но не надо с почтого парня. Я подготовлюсь. С почтой я с ума, мне понадобится успокоительная. Гематин. Сцен для переливания, что ли? Ну и веревка, конечно, куда же без нее. Успокоительная. Я приготовлю сам. Так, операционный должен быть. Собственно, это сцен для переливаний. В лаборатории. Веревка у меня есть та, что с третьего этажа. Гематин. Поищу его в своей комнате. Так, ну теперь мы Майонаки, следователь Зена. А где? А, вот это может. Гематин. Просто так сегодня стоит. Я чувствую, будто я выпью по ошибке. Наверное, вот тут все еще все-таки не задерживаться. Ну и, собственно говоря, может быть на этом и закончить где-то. Конечно, на кого-то большого прогресса нет, но как сказать. Также вроде должны были явиться новые диалоги у этой стоечки. Похоже, что здесь напитки. Я слишком голоден. Сахар необходим. Кофе. Горькое. Разве оно не с сахаром? А, вкусно. Это прямо спасение, что электричество все еще работает. Такой холодный. Ну, в общем-то, да. Ну, посмотрели оставшиеся обычные концовки и, наконец-то, вышли на истинный рут. Даже узнали новую информацию. Полностью подтвердили теорию, гипотезу, что Майона это на самом деле Цугина, Цугина Майона. Блин, теперь придется, что ли, Хару называть Майона. Как-то это будет, конечно, очень непривычно. Просто имя Хару как будто ему очень подходило. В любом случае, сейчас мы вроде можем опять вернуться в комнату внизу, которая была заперта. И насладиться еще одним уникальным гейм-овером. Так что предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Я надеюсь, получается, теперь уже Хару не поймает меня на полпути. Я, наверное, даже отдельный сейв сделаю, чтобы не перепроходить все по 100 миллионов раз. Ну, в принципе, дорога, скажем так, довольно прямолинейная. Может, он не будет больше нас преследовать. Хотя, кого я обманываю, конечно же, будет. Как-то тут вообще подозрительно тихо. Вообще, там в коридоре такое чувство он постоянно начинает преследовать. Но что-то его сегодня тут нет. И стоит об этом. Почему здесь заперто? Я помню, что это просто обычная палата. Зайти внутрь? Интересно же. Не такая уж и обычная. Хотя, может ли пациентов Зена именно такие палаты в норме? Что здесь случилось? Слушай, у него никак будто потерялся характер. Вот он стал гораздо более серьезным и собранным. Интересная смена, конечно, после из всех истерик в начале. Но я, конечно, его в этом не видел. Это должна быть обычная палата. Кто это сделал? Что там свисает-то? Я всем понимаю. Какие-то запасы миска? Какой плохой вкус. Я должен уходить. Надо же, ты в таком месте, Цугина. Что? Чего такой мучиливый? О, это похоже на встречу с каким-то опасным парнем. Так же так вернулся на пятый этаж. Зачем? Ты в такой комнате, что означает, что ты желаешь быть убитым мной. Эй, скажи что-нибудь. Ты скоро умрешь. Цугина. Почему ты хочешь убить меня так сильно? Это из-за меня? Эй, я хочу исцелить тебя. Если я что-то сделал, тогда скажи это. Расскажи мне больше о себе, Цугина. Эй, я хочу знать. Потому что я хочу подружиться с исцелённым и нормальным тобой. Поэтому не сдерживай ничего. Просто скажи мне, Цугина. Цугина. Ой. Что-то, а что случилось? Не будь добр ко мне. Это ужасает. Поэтому не надо. Почему? Есть люди, которые могут быть добры к другим, но не к их семьям. Почему? У него какие-то проблемы в семье. Учитывая, что он убился в свою семью, это уже может звать проблемой. Но может быть есть и другие. Цугина. Нет, прекрати. Это ужасает. Ужасает. Он плачет. Это не ужасает. Быть добрым или когда ты обращаешься по-доброму. Посмотреть собой разумеется, Цугина. Я хотел сказать это, но моё горло не двигалось. Не работало. Но вообще потерял глаз. Я хотела дотянуться, но моя рука не могла двигаться плавно. Цугина. Цуги. Вот такой гейм-овер, друзья. В общем-то. Такая тоже промежуточная серия вышла. Посмотрим. Будем лечить нашего жёлтого дружка. Ну теперь мы тоже, кстати, подтвердили его личность. У Широна фую. Надеюсь. Ну честно говоря. Хотя с ним должна сработать та же терапия. В конце концов. Мэна. Ой, точнее Хару. Ну, по крайней мере, на какое-то время пришёл в себя. Может мы ему тоже сотрём воспоминания. Правда не уверен, зачем нам нужны гематин и сцен для переливаний. Но доверюсь, доверюсь экспертизе. Врача. Нашего героя Мэна. Я надеюсь, вам серия понравилась. Она вышла немного длиннее обычных. При этом, хотя казалось бы, нового тут было мало происходящего. Пишите свои комментарии, что думаете. И увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.